Продолжение следует... Да, 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 да. Просто мы никак не связаны с... Это как мой сын. Когда я возвращаюсь домой, сегодня из-за вас я поздно вернусь. Извините. Когда я возвращаюсь, иногда он мне спросит, а что ты сегодня посоветовал? Господин президент, вот посмотрите, и вряд ли вы цените рифмованных лидеров, но мало ли скажете, останови, надо подумать выйти. Вот у меня отчет прям. Как обычно происходит? Иногда я по своей инициативе, иногда президент приглашает на встречу, и мы обсуждаем разные вопросы, он интересуется моим мнением, или я заранее готовлю какую-то свою рекомендацию, или идею, появилась какая-то идея, или какой-то вопрос, какой-то подход, может быть, с которым я хочу поделиться. И часто какие-то вопросы, не относящиеся государственным секретом, или и так далее, которые позволяют, мы обсуждаем по телефону, по WhatsApp. Кстати, важный момент. Президент же вчера, позавчера сказал, что по WhatsApp. У вас реально сейчас есть? Реально. В разное время я могу написать, президент пишет. Прикольно. Не в Телеграме. В Телеграме уже есть защитный этот чат? Нет, в Телеграме, в WhatsApp. В WhatsApp президент говорил. Ну, в WhatsApp, например, то, что это совсем какие-то простые вещи. Давайте позвоним. Ну, это реально как-то облегчает. Ну, я-то тем более давно уже в сетях, с гаджетами давно дружу. И с коллегами и так далее, можешь там переписываться. И когда приходишь в такую сферу, где, например, эти правила не распространены, это лично для меня было бы сложно. Ну, президент тоже давно уже практикует, давно использует. Ну, еще до того, как он стал президентом, он же является почетным председателем Казахстана Совета по международным отношениям, а я председатель в этом совете. Ну, мы вместе участвовали в мероприятиях. Он приходил на наши заседания, выступал. Тоже было, что он пересылал материалы или там спрашивал какое-то мнение, или просто чем-то делился с новостями, ссылками на какие-то вещи. Здесь то же самое. Эта практика продолжилась. Классно, на самом деле. Нет, для меня, допустим, честно, это прям слышать, у меня как-то всегда так складывается, что президент, да, что за ним сходит человек со спецсвязью, знаешь, типа вот так набивается. Ну, а совсем какие-то закрытые вещи, которые регламентируются, конечно, это мы обсуждаем в рабочем порядке. Есть определенные регламенты. Ну, такие, скажем, простые темы, простые вопросы, не требующие, да. Ну, и потом это облегчает. Раньше как-то у нас в госсистеме же свой порядок, документы оборота, фишки, резолюция, потом он пройдет через один, через второй, третий отдел, ты там через 3-4 дня получаешь то, что там было тебе отправлено. А тут через секунду. Я там узнал, что... Есть документальный фильм про меня? Телеканал Астана снимали. Не документальный. Там цветокоррекция, правда, такая, знаете. Прикольно. А, это телеканал Астана? Да. Ну, тогда понятно. Этот. Там я узнал, что вы, оказывается, дружите уже очень давно с Досум Садпаевым. Да? Да. А что в этом такого? Нет, нет, нет. В смысле, я только тогда этот узнал. Вот, и... Да мы с первого класса вместе, как в этой бригаде. Да? Шучу я. Ну, давно. С 90-х. Ну, уже более 20 лет. В 97-м году мы познакомились, дружим, общаемся, да, друзья. Ну, Досум Садпаев, он больше, как сказать, не... Либерал. Ты хотел сказать. Да. Говори своими языками. Либерал, да. Не ищи, не подбежь. Удобные... Нет, я сам просто так очень долго формулирую этот... Мысль. Мысль и предложение. Это не мешает вам в коммуникации, да? То есть, я примерно посмотрел, все окей, открыто, но именно, знаете... Идеологических конфликтов у вас нет? Не спорите? Ну, во-первых, мы друзья. И когда мы встречаемся, мы, честно говоря, как ни странно, хотя мы оба профессиональные политологи, эксперты по политическим вопросам, он исследователь, а я исследователь. Но, как ни странно, мы не сидим, не обсуждаем часами политику. Честно. Не для того, чтобы там отвертеться и так далее. Мы реально, когда встречаемся, мы не обсуждаем политику. У нас... Ну, как... Мы не просто знакомые, мы друзья, реальные друзья там. И у нас много тем для обсуждения. Разные темы. Фильмы обсуждаем, музыку обсуждаем. Что еще там? А это происходит не специально? Ну, то есть, такие темы обсуждать? Или потому что, если вы начнете политику, то это... Ну, на постороннем времени жалко на что-то другое. Мы... И так, когда мы встречаемся, там, ну, сейчас все реже-реже, потому что нет возможности. Так раз в три месяца, раз в два месяца там увидимся. Поэтому, когда увидимся, ну, у нас там по нескольку часов. Мы пока там это вспомним, там просто про это вспомним. Мы, честно говоря, вот по-молодежному говоря, когда встречаемся, просто угораем. Потому что у нас разные какие-то истории. Мы потом... У нас своя компания, у нас четверо друзей. Досом, Аскар, Валера, Валярка. И у нас, как бы, своя история дружбы, своя история. И нам иногда смешно, что мы, когда встречаемся, мы начинаем вспоминать все, говорим, на самом деле, об одном и том же, или вспоминаем, без конца снова-снова какие-то истории. Воспоминания. Какие-то байки. Ну, просто реально. И когда мы встречаемся, все остаются в стороне, потому что у нас свои темы, свои приколы. Классно. После просмотра... Надо что-то встретиться. После девятого. После девятого. Будет, мне кажется, очень интересная встреча. Смотрите, после просмотра... Договались ли я там или на рыбалке съездить, не знаю, получится, не получится. У меня такое впечатление было. Вы были политологом, потом стали политиком уже, правильно? Ну, так можно сказать, наверное. Потому что Дос Мусапаев сказал, там есть астронавтика и астронавт. И вот, Ирлан выбрал путь астронавта. И мне показалось, что, то есть, если у вас там, вы вместе дружили и так далее, то есть, ценности, где-то идеологии, наверное, где-то схожие, наверное, да? Конечно, схожие. И вы выбрали путь, то есть, менять систему изнутри. Ну, я бы так не сказал бы. Это слишком громко? Или что? Да, это как... звучит как-то... Слишком... Да. Ну, ладно, хорошо. Я бы мысль понял. Да, да. То есть, примерно вот так мне показалось. И это очень круто. То есть, мне показалось, ну, я так в Википедии еще начал читать. Ага, ага, вы прям так, знаете, очень-очень-очень-очень. Прям круто, типа, дошли до советника президента. Я не знаю, я вообще как-то выражаюсь очень странно. Ладно, окей. И знаете, вообще на эту ситуацию в Казахстане вообще сейчас что творится? Я примерно у меня такое отношение. Послушаю представителей власти и так далее. Все понятно. Блин, в натуре очень много делается. Конечно, там не всегда все получается. Все понятно, классно. Вот эту сторону послушаешь. Блин, тоже правый в натуре. Ну, да, согласен. Хотя я не оппозиция, не надо так. Ясно. Прямер. Да, то есть ты будешь оппозиционер. Да, то есть вот эта сторона в натуре правильно, правильно они говорят. И знаете, вот непонятно, как реагировать, какую позицию принимать и так далее. Как-то вот, знаете, странно. Во-первых, это здорово. То, что происходит, это да. То есть я больше за, чтобы снимались эти ролики. Во-первых, то, что это вообще все здорово, что есть разные мнения. Я считаю, что в целом мы идем правильно, то, что у нас вот такие дискуссии идут, такие обсуждения, горячие обсуждения. Это очень серьезный плюс. Это говорит о том, что как бы направление, курс правильно выбрано, мы идем. И это здорово, то, что идут такие дискуссии. А то, что есть разные мнения, ничего страшного, в этом такого нет. Реально ничего страшного в этом нет. Наоборот, это помогает нам всем находить более правильные ответы на какие-то вопросы, правильные пути решения каких-то проблем. Просто как ко всему этому, все зависит от того, как к этому относиться. То есть главное, чтобы мы не видели друг друга врагами. Врагами. Через прицел. Да. Вот я всегда говорю, я против антагонизма, против такого противопоставления, я против категоричности, отрицания и так далее. Я стараюсь всегда прислушиваться, если я считаю это мнение, позицию правильной, если не сразу, то по крайней мере, через какое-то время, может быть, иногда сразу, иногда через какое-то время я соглашаюсь, принимаю, корректирую. Точно так же мы все должны быть таким. Нельзя за истину что-то воспринимать и так далее. Нужно всегда немножко критически ко всему подходить. И те, и те. Критический процесс он очень непростой. Это реальная работа. То есть даже я помню в 2016 году в мае были так называемые майские земельные протесты, когда разные люди выступали против продажи земли иностранцам. Были протестные выступления, власть это приняла, создали комиссию, включили туда, пригласили туда всех. Вот я реально участвовал в этом процессе, когда многие, некоторые, кто там больше всех кричал, они уже на стадии формирования состава, они уже отказались. То есть не хотели ввязываться? обосновывали? Ну, во-первых, это же надо приходить, заниматься, отстаивать, анализировать, время затратно. Потом с одной стороны не думают, ну, а вдруг это будет выглядеть, как будто мы пошли на соглашательство. извини, так ты что хочешь? Повлиять на власть, решить проблему? Так иди и влияй. Участвуй в процессе, а некоторые приняли участие. И я видел, я просто участвовал в организации работы этой комиссии, и вот много разных людей, много противников этой инициативе, кто были не согласны, они пришли, и потом на одном заседании все меньше, 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 остались те, кто реально, кому есть что сказать, кому что придать, потому что надо в перерывах между этими заседаниями участвовать в работе рабочих групп, формулировки, нормы какие-то другие предлагать, и так далее. Поэтому медленно-медленно многие люди ушли. Вот у меня вопрос, если у меня, скажем, есть конкретные какие-то решения, проблемы, и так далее, то, что я могу предложить, куда просто мне подойти? Ну, зависит от какого рода вопроса. Если, например, на уровне города, там, области, ну, надо, я думаю, на уровне общественных советов, есть общественные советы, где можно поднимать эти вопросы, можно участвовать активно. Я, например, участвовал в работе общественного совета при Министерстве иностранных дел. Ну, это реально помогало, там, представители министерства, здесь представители разных каких-то НПО, общественных объединений, я как представитель СМИ был, Ну и как эксперт, большей частью. И, конечно, у меня была хорошая возможность, мы задавали вопросы, требовали от МИДа конкретизации каких-то своих позиций по тем или иным вопросам внешней политики, которые вызывают вопросы, дискуссию. То есть это все зависит от твоей включенности и реальной заинтересованности. В самом начале вот он уже затронул важную тему того, что я слушаю, допустим, чиновников, и я реально включаюсь в эту дискуссию, я понимаю, что, блин, вы правы. Потом я слушаю оппозиционеров, вы тоже вроде все верно говорите, да? И вот момент важный, мне кажется, что у нас в стране, чтобы вот сейчас не было негатива, есть же французская поговорка или цитата одного деятеля, когда он говорит, что я не могу ненавидеть твои взгляды, но я готов отдать свою жизнь за твое право их высказывать. То есть у нас сейчас вот именно ролик менуендум, да, он переходит от какого-то созидательного процесса, он переходит просто к тому, знаешь, такому батлу виртуальному. Нет, это пусть ребята не обижаются, там есть хорошие ребята, и в принципе, как бы задумка, идея вроде бы правильная, но она чуть-чуть похожа такой, просто троллинг. Ну да, там по идее... То есть если бы это было бы реально гражданская какая-то инициатива, гражданское какое-то движение за что-то это дадали, это не вопрос, а так... Нет, я просто... Лучше такое будет. Я же сегодня защищаю оппозицию. Мне не написали там, что я нурбот и так далее. Я тоже боюсь этого. Нет, я не боюсь этого, я просто, ну как бы, хочу реально свои взгляды сказать. А что боитесь-то? Нет, Женя. Чего боитесь? Нет, я и говорю, я не боюсь. Благи комментариев. Что вы не хотите, если знаете, что позиция власти в этом вопросе правильная, но не хотите показывать свою поддержку, потому что вас могут заклевать в комментариях и так далее. Вот. Вот, я и хочу вот эту тему затронуть. Хейтера боитесь. А где ваша принципиальность? Нет, по идее, я не боюсь этого. Сейчас многие блогеры, кстати, вот когда мы ведем диалоги по тем или иным вопросам, многие начинают, типа, блин, если я затрону ту тему, к примеру, да, реально не напишут мне, что я нурбот. То есть, люди реально уже в угоду зрителям начинают делать контент, но это же неправильно. То есть, ну, как повестка дня такая, типа, я в угоду этому буду делать. Я, например, иногда мне дети, они же все-таки постарше уже, но они тоже в сетях, в инстаграме, везде сидят. Потому что раньше это их как бы не касалось, может быть, но по мере того, что они взрослые, я более активно в политике. И они становятся свидетелем вот этих баталий, как ты говоришь. И иногда, когда я иду и выхожу там на гражданскую площадку и выступаю на непопулярные какие-то темы, али отставил позиции власти, бывает так, что дети мои тоже переживают и говорят, ну, пап, ну ты же знаешь, что там тебя по-любому там в комментах. Я говорю, ну, это же неправильно говорить или делать так, чтобы просто ради того, чтобы понравиться. Но если я считаю, что это я прав или моя позиция правильная, или, по крайней мере, моя позиция более близкая к истине, да, то я же должен быть последовательнее, я же должен же отстаивать. Я точно так же с ними дискутирую, многими другими людьми дискутирую. Я говорю, не надо бояться, не надо бояться того, что тебя там все будут там критиковать и так далее. Надо доносить и продолжать объяснять и так далее. То есть не убегать от прямых вопросов и не выбирать. Я, конечно, мог бы с утра до вечера выступать на ток-шоу и сюда не приходить, и к другим ребятам не приходить на интервью. Мог бы с утра до вечера на одном из телеканалов государственных выходить, где другая аудитория, где никто не будет мне задавать какие-то, может быть, вопросы. Ну нет, я же и там выступаю, и здесь выступаю, я не ухожу, стараюсь, как бы, у разных аудиторий. Неудобные вопросы, в принципе, можно задавать, да, всегда какие-то? Попробуйте. Давайте, у меня было два вопроса. Первый – это фиктивная ли у нас оппозиция? И вторая – что-то связанное с минуэндом. Ну, давайте сначала… По минуэндам уже говорить. Да, ладно, давайте это закроем. Нет, давай сейчас… А, насчет митингов, вот, я вспомнил. Насчет митингов вопрос такой. У нас вот сейчас всякие митинги, людей ловят там с плакатами, не с плакатами и так далее, да, вот это все происходит. И в основном ловят за то, что они не брали разрешение, да, там, у нас-то нужно, типа, разрешение брать перед митингом. То есть, оказывается, есть два… Разрешительный характер, есть уведомительный. Вот, Айдельный сказал, что есть разрешительный, есть уведомительный. Я хотел позвонить, не знаю, куда, там, вот, найти номер. Макимат. Макимат, да. И сказать, вот так-то так, я хочу провести митинг. Там, смысл митинга – это давайте поменяем на уведомительный митинг. То есть, я буду сам со своими пацанами, там, с шариками никого не будет, там, блогер французских и так далее. То есть, чисто конкретно я… Французские блогеры, что это такое? А, есть один, который бывший банкир. Да, вот, то есть, чисто мы хотим замутить свой митинг. То есть, я хотел вот это проверить, но, оказывается, там, это проверяется 5 дней, 10 дней, что-то такое. И пока вы приехали, я не мог бы сидеть здесь, ага, мы звонили, и поэтому я от этой идеи отстал. Вот, вопрос. То есть, те чуваки, которых ловили и так далее, их ловили, потому что это разрешение… То есть, они не брали разрешение, правильно? Я просто не до конца вникал в эту ситуацию. В основном на этой почве? Да. Ну, соответственно, процедура же есть, там, надо заявку подать. А насколько вот прям правда то, что вот ты объяснишь свою задачу и так далее, и ребята, которые решают, там, провести или нет, они такие, да-да, конечно, проводите. То есть, что-то, мне кажется, типа… Здесь можно я выстрелить? Ужасный. Ты же сам только что сказал. Ты хотел… Я не дотопил, да. Потом это услышал, потом сказал, да, ну, я не буду. Ну, я да. Большинство вот так же, понимаешь? Если ты реально, у тебя есть что сказать, и реально ты чего-то требуешь, но это же не просто так. Политика тоже, это работа, это тоже надо заниматься, организовывать, готовить. И здесь то же самое. То есть, ты, если реально хотел бы, ты бы допинал бы этот вопрос. Я вот именно реально не дохотел. Большинство, честно говоря, так же. Хотя не случайно про вот эту работу с земельной комиссией. Когда были протесты, все они в Фейсбуке, в оппозиционной прессе клеймили, говорили, да, правильно. Хотя, если честно, там тогда был вопрос, тогда мы тоже спрашивали, а где вы были раньше? Когда все это принималось, а что вы не участвовали в комитетах, рабочих группах, там, на слушках? Ну, ладно, вы, может быть, не знали, не разобрались, но теперь-то вдруг, когда увидели, что эти протесты, вы присоединились и начали все, там, на каждом углу кричать, там, что власть не права, там, что нужно, там, поменять что-то и так далее. И когда создали комиссию и сказали, все, давайте, вот мы создали комиссию, проезжайте, мы будем все сидеть, и каждый, никого не будем... Выслушаем для каждого. Выслушаем каждого. Каждый может внести свои предложения, и не будем никого ограничивать. Всех пригласили, ну, всех, там, угодных, неугодных, такого прямо так не делили. Я же говорю уже, кто-то, там, там, несколько лиц сразу, остальные, так, на первом заседании, там, после первого заседания пару отвалились, потом, после второго, а на последних заседаниях уже, знаешь, там, реально остались те, кто реально на земле... Чисто на энтузиазме. Кто реально этим вопросом занимается, или, по крайней мере, у кого есть какие-то обязательства перед какой-то группой граждан, вот они. Ну, и кто понимает, что это очень ответственное, серьезное дело, раз ты взялся, что надо... Вот поэтому политика-то тоже работа. По поводу вчерашних событий, можно тоже, да, выскажешься? Я все на оппозицию защищаю. Ну, не события, а вчера был митинг несанкционированный. Где? Возле Акурды, возле правительства дома. Ну, там все нормально, там же приняли, поговорили, встретились. То, что многодетные мамы вышли, да, и там была ситуация, можно посмотреть, есть полное видео, полтора часа, кажется, идет. И там вот в полном видео есть момент, который вообще, мне кажется, ключевой, я сейчас вам расскажу. Когда группам их разделили на две части, ну, так получилось, и одна группа к другой хотела пройти, и полицейские не пускают. И когда уже там пришел министр, да, Сапарбаев труда и соцзащиты, когда Аким пришел, они говорят, пропустите, давайте поговорим. А полицейские держат. И потом полицейские такие, а, ну ладно, давайте. То есть, мне кажется, вообще, главная сейчас проблема, это вот услужил его дурак хуже врага. То есть, то, что, допустим, было в Уральске, да, когда парни там... Справедливо, насчет услужил его дурака, объясни нормально, что это означает. Вот, услужил его дурак хуже врага. Я говорю, потому что в Уральске, когда парня задержали с пустым плакатом, он выходит, пустой плакат. Он говорит, у меня пустой плакат, меня через минуту задержат. Полицейские рядом стоят, все это слышат, и через минуту его задерживают. Ну, то есть, понимаешь, у нас на уровне высшей власти, в принципе, люди, как правило, адекватные. То есть, если ты им объяснишь мысль, то они понимают. А вот почему-то, когда спускаются вниз, это начинается... Да, то есть, просто исполнители, знаешь, на таком уровне низком. То есть, когда они выполняют, они выполняют как роботы. Ну, это везде, где есть такая очень сложная вертикаль, ну, несложная даже. В общем, это особенности любой, как бы, структуры системы. Вот, извини, ты когда приходишь в кинотеатр или в супермаркет, хотя там наверняка тоже охранникам говорят, там, будь вежливым и так далее. Ну, встречаются же все равно. Или там в аэропорту, ты думаешь, там тоже дают указания, там, вот, там, каждого там. Ну, сейчас некомпетентно. Ну, к сожалению, есть. Вот, я говорю, они, как бы, главная проблема, по сути. Мне кажется, в таких ситуациях, наоборот, каждый начальник должен разъяснять. Ребят, вышел он с пустым плакатом. Ничего, не скандирует он ничего, не трогает. Ну, извини, порядок, вижу, есть порядок. Завтра он выйдет там один, потом несколько людей. Ладно, там, с гражданскими какими-то инициативами. А и будут какие-то другие люди, вот, его знакомые, примерно. Нет, у парня, в принципе. Например, например. Потом будет хаос тоже. Я просто у себя в инстаграме. Должен быть порядок. В инстаграме у себя об этом писал. Мы все хотим, на самом деле, в то же время жить в порядке. Чтобы был порядок, чтобы было понятно, чтобы было безопасно, безопасно, чтобы хаоса же никто не хотим. Хаоса не должно быть. Вот самое главное. Вот так вот. Не, но здесь, мне кажется, важный момент реакция на провокации. То есть, когда заведомо провоцируют, и вы понимаете, что... Полицейские по-любому понимали. Но это свыше, да, сказали? Ребят, уберите их. Что за фигня? И вот это происходит. То есть, я говорю к тому, что должно быть понимание. Когда провоцируют, не нужно идти на провокации. То есть, он-то не выходил с лозунгами. Как только он еще скандирует что-то, да, это одиночный пикет, не санкционированный, все, его можно забрать. Но он вышел, ничего не скандирует, просто ватман, да, открыл. Но он-то понимает, что его заберут. То есть, понимаешь, здесь вот это идет. То есть, у него лозунгов, по сути, и нет. Он просто хотел создать вот этот прецедент, да, то, что меня с пустым плакатом. И это облетело все СМИ зарубежные. Нью-Йорк Таймс, конечно, написали об этом, да? Нью-Йорк Таймс, конечно. Ну, много где-то, да. Да, написали. То есть, пару полицейских создали резонанс на ровном месте, хотя не было, в принципе, какого-то конфликта. Ну, мне так кажется. Да, очень обидно, по идее, когда вот именно СМИ, заграничные всякое пишут, прям такой неудобняк такой становится. Ну, это нормально. Это политика, это политический процесс. В общество приходит движение, разные мнения, идеи возникают, запросы, то есть, идут определенные какие-то изменения в обществе. Власть видит эти изменения, тоже пытается адаптироваться, соответственно, какие-то соответствующие подходы выработать. То есть, это нормально. То есть, идет такое движение. Это всегда было, это нормально. Не всегда бывают отношения, что сразу идеальные какие-то отношения в обществе, в государстве формируются. Идет взаимный процесс такой. Общество меняется, государство тоже. Власть же тоже не стоит на месте, извини. Вот ты только что про оппозицию задал вопрос, а день не дал ответить мне. Ага, что зовут? Про фиктивное, не фиктивное. А, точно, да. Фиктивное или у нас оппозиция? Вот, он не профессиональный журналист, что называется. Ну, он не профессиональный журналист, он сам сказал. Вот про оппозицию даже. Как раз-таки, последнее событие показывает, что, к сожалению, оппозиция, которая всегда критиковала власть за отсутствие изменений, за отсутствие перемен и так далее, но сама оппозиция, как оказалось, не готова к переменам, к изменениям. Реально, на самом деле, элита у нас меняется, приходят новые руководители, новые менеджеры, новые лица приходят. Транзит власти произошел, в конце концов. Президент добровольно сложил полномочия, передал другому человеку по кондиционной процедуре. А что в оппозиции? Там тоже, извините, по 20 лет люди сидят на некоторых должностях, на некоторых позициях, еще не хотят с этим делиться. И, ну да, последние, эти же выборы как раз-то это показали, тот же самый, один, когда кандидат захотел выдвинуться. А его свои не поддержали. А свои не поддержали, потому что есть какие-то между ними, по-моему, одежно говорят, терки, разногласия, и он просто там, может быть, там, отомстил, может быть, там, не захотел, приревновал, зависть, ну, там много-много-много каких-то вещей. И в итоге он искал какую-то другую организацию, чтобы баллотироваться. И потом еще всю компанию, еще клеймя, смотришь, сама же оппозиция всю работу за власть делает. Например? Ну, он кандидат от оппозиции, например. Он критикует власть. Мы должны его критиковать, мы должны, вроде бы, им оппонировать. Да так, на него же, его же соратники, так набросили со всех сторон, и смотришь, думаешь, ну, конечно. А мы сейчас про Хусанова говорим, да? Зачем не лишний раз упоминай. Не упоминай. Псуй. Нет, вам можно, и мне можно, просто в период агитации есть... Правила, я понял. Просто, знаете, во всей этой ситуации меня прикалывает то, что как-то это смешно со стороны... То есть, типа, опять же, там, кандидатуры говорят, да? Типа, подставные, что ли, да? И их действия... Да, вот ты в этом больше знаешь... Нет, я быстро фразу скажу и все. Я насчет него хотел сказать, я просто с ним делал интервью, поэтому свои какие-то впечатления. Это очень, кстати, адекватно, очень умный человек. Посмотреть на другую оппозицию, которая там системно, не системно, можно... Да вы посмотрите, последнее, извиняюсь, там, сборище, хотя они там называют какой-то там формат, когда они провели здесь. Решили, что... Нет, там они, там же, извиняюсь, друг у друга микрофоны вырывают, друг друга перебивают, перекрикивают. И это оппозиция. И это называется оппозиция, которая выступает за демократию. Так они по духу своей более авторитарные, более, так не скажем, не приемли другое мнение, иное мнение. Разве так можно? Смотришь, конечно, это же моя работа, я политический советник, я анализирую разные процессы, как вы говорите, слежу, там, то, что появилось в такой ролике, там, оппозиция созвала, там, какую-то встречу, я думал, будет какое-то реальное обсуждение. Ну, там смотришь, там ужас, ужас, перекрикивают, там непонятно, кто ведущий, кто модератор. Один выступает, у другого микрофон отбирает. Если он говорит что-то другое, несогласный, его резко там затыкают, ну, вы какой пример подаете? Про Курлтай говорят, который не знаешь? Не, не знаю. Ну, ты же знаешь, какой я журналист. Я журналист, счастливый человек вообще. Классно ему. Просто меня самого прикалывает, это какая-то, знаете, я в сфере видео и дизайна, и так далее, я почитал примерно затраты на, как это называется, штаб, да, там программа, там, каждого кандидата и так далее. Да, есть бюджеты, там, миллионами и так далее. И у всех какие-то очень нестильные афиши, да, прям со вкусом, да. Я даже видел ролик, где один из кандидатов в клубе рассказывал, что желательно лучше пить кумыс. Но он же достиг своей цели. Хайпануть, в смысле, типа из этой цели. Вы же его обсуждаете. Это да, но... Елена, а цель хайпануть или заслужить уважения? Я же не представляю его. Сложить уважение с какой стороны? Ну, я так понял, многие люди в оппозиции, не в оппозиции, кандидаты, не кандидаты в политике, к сожалению, пока не ради решения каких-то проблем или вопросов, а ради того, чтобы заявиться, хайпануть и так далее. Для контакт-мейкинга. Слово хайп появилось, может быть, в последнее время. А так, как бы, мотив остался, к сожалению, такой. У каждого есть свои какие-то интересы, кроме... Вот эти люди, которые провели своё собрание и так далее, они что, не хайпуют? Это тоже хайп? Там, просыпаться. Пусть они мену и андэм адресуют им тоже, которые просыпаются только в какие-то моменты, когда какой-то шум происходит, а какие-то движняки пошли, тоже пошумели в общем хоре. А потом, когда всё это успокаивается, потом они тоже своими делами занимаются, их вообще не слышно, не видно. Ну, вот этих людей в оппозиции, тех деятелей, ну, в остальное же время не видно, не слышно. Они же не поднимают эти вопросы. Ну да. Когда они поднимали вопросы по земле, до земельного протеста поднимали? Не поднимали толком. Проблема многодетельных матерей сейчас комментирует, каждый второй. А что конкретно они до этого предлагали, обсуждали? Нет. То есть, они не участвовали на слушаниях, не ходят на заседание общественных советов, не предлагают. Они даже у себя выборы не делают внутри своих партий и общественных движений. На то пошло, они должны эту практику, традицию сами показывать, развивать. Праймерс, так называемый. Например, могли бы тоже тогда праймерс сделать, если бы они такие по духу действительно сторонники демократии, всё хотят по чесноку, чтобы у каждого был выбор. А где они дают выбор своим сторонникам? Почему они принимают решения за счёт кого-то? Почему они говорят за весь народ иногда? Да, сначала за своих сторонников ответьте, которые поздно, самыми последними узнают об их решениях, например. Они разрознены, очень сильно разрознены. Поэтому проснуться должны как раз-таки они. У них нет такой задачи, что они должны быть разрозненными? Нет? Нет, я просто говорю... Можно, да? Да, конечно. Я просто говорю, разрешаю, разрешаю. По поводу разрозненности, да, я просто смотрю, периодически мониторю, что происходит, мне просто самое интересное. И есть такая просто цитата, красивая фраза. Я не знаю, насколько она применима, я просто её скажу, да? Потому что она в голове у меня сейчас. То, что нашим оппозиционерам... То есть с нашими оппозиционерами не нужно воевать, да? Главное оружие против наших оппозиционеров – это дать им слово. Дальше они типа сами сидят. Вот то, что Ерлана говорит. Ну, вот последнее. Никто же никому не мешает. Никто вот это собрание не разгонял. Они там встретились, дискутировали по нескольку часов, я так понял, да? Или там кандидат оппозиции, никто не мешает. Ну, реально, без пропаганды, без пафоса, власть реально тоже заинтересована, чтобы всё было прозрачно, конкурентно и так далее. Потому что нужна же легитимная победа. Нужен же не просто результат, а легитимный результат. Поэтому, наоборот, ну, в конце концов, вы же сейчас про бюджеты рассказывали, да? Например, все говорят, вот наш кандидат от оппозиции и так далее, вот он представляет интересы. Вот Гульнара Башкенова потом уже пост написала, она правильно написала. Говорит, все говорят, вот протестное строение, все готовы обвиниться. Говорит, посмотрели сумму добровольных пожертвований этому кандидату. Ноль, по-моему. То есть, все говорят, да, вот, нужна эта, альтернатива. Да, мы его поддерживаем. Он вот этот. Никто не пошёл, пожертвования его компания не внёс. Вот. На словах, извините. Иван Томович, а вы знаете сейчас по поводу очень жёстких гонений именно в Инстаграме, ну, в соцсетях, прессингу по поводу Вайнера? Знаете? Очень сейчас жёсткий, я думаю, ты знаешь, да. Да, типа, вы чё, молчите? Вы чё, такие бесхарактерные? И вот один из Вайнеров, я не помню точно, кажется, Арман иисус, кажется, он высказался. Наверное, что там? Кажется он или не он, ну, кто-то из Вайнеров, в общем, выступил и сказал, что, ребят, блин, вам легко, да, вот, сейчас рассуждать. Ну, вы нас подбиваете, причём подбиваете с фейковых аккаунтов, как правило. Пишите, вот, ты давай выскажи, ты давай выйди. Да, да. Ну, то есть, вам нужно зрелище просто посмотреть, да? Чтобы лайкнуть, чтобы посмотреть, но сами вы где? Ну, типа, я выйду, я там, не дай Бог, пострадаю, ещё что-то будет, да? А вы где? То есть, где ваша поддержка? И вот, мне кажется, у нас протестное настроение, да, оно есть, то есть… Не, оно есть. Я-то, мне кто-то критиковал же, что я там отрицаю, наоборот, невнимательно слушаю, я-то, наоборот, не отрицаю, что есть протестное. Протестное настроение есть. Появляются разные запросы, новые запросы, потому что общество меняется раньше были одни запросы сейчас другие или вместо них приходят другие или параллельно еще какие-то появляются мы это все видим и власть реагирует все это учитывая делает какие-то шаги навстречу просто я говорю там что и преувеличивать нельзя я вообще в любом вопросе против искусственное принижение но и запрос из искусственного преувеличения надо объективно смотреть как есть я же я уже многих интервью говорил я после кыргызстана стал государственником у меня в первую очередь устои государственности состоятельности и эффективность государства потому что это база в моем понимании государство это дом да это крыша стены фунтайм народ это семья который проживает потом я считаю что стены должны быть крепкими фундамент должен быть сильным крыша должна быть надежно для меня я это пример пример государство должно быть свое дом должен быть свой земля должна быть своя мы не должны быть квартплату кому-то платить аренду платить мы не квартплат это засветка то что это коммунальный расход коммуналка вот конечно придется по-любому платить коммунальный расход на это же надо все содержать но это я к тому что я в моем понимании государственный народ это не не враги это не надо их против поставлять как бы водораздел вот это государство это народ это власть это общество моем понимании это просто государство создает условия для развития страны общества простых людей то есть у нас получается оппозиция она не эффективная просто у них слабый менеджмент и они оппозиции надо меняться оппозиции тоже надо меняться власть меняется само власть власть которую они обвиняли в отсутствии там изменения перемен она показывает способность меняться адаптироваться учитывать запросы и так далее сама же власть сами лидеры в оппозиции к сожалению они в то же время показывают что они и сами не меняются у них одни и те же лозунги у них одни и те же абстрактные какие-то вещи в реальном рабочем процессе они не готовы и не хотят участвовать вот а все потому что политика это не просто прошуметь политика это очень ответственное дело то есть когда ты представляешь какую-то группу людей когда ты их чему-то призываешь ты же несешь ответственность помимо себя в первую очередь за них ты готов за них до конца ты готов их права отстаивать а так вот так нашуметь их сподвигнуть а у нас часто бывает а потом человек взял и но даже внутри страны у нас много людей которые что-то там инициируют потом этот потом медленно так технично так взяли и свалили поэтому я всегда надо развивать критическое мышление уметь смотреть на ситуацию всегда глобальнее и так далее но при этом при этом те ребята которые сейчас где-то выступают и может даже огульно охаивают власть но это не не знаю что они плохие нет я же не говорю пока нет я вообще говорю важно вывести чтобы не подумали просто они не нурботы они вот это хотят вам объяснить нет я не то что обрадусь я брали меня реально критиковали что такое нурботы ну не знаю вы же без конца из я не знаю что это за словами на самом деле они за вас все нормально они поняли к этому я просто к тому что нельзя ставить клеймо вот эта проблема и у власти и у оппозиции то что на друг друга ставят клеймо то есть сейчас допустим как будто я об этом и говорю не надо видеть друг друге врага да то не надо категоричным быть давайте спокойно конструктивно все обсуждать она же через кто кого переключить раз одни говорят проснись да как будто чему-то лучше другие говорят повзрослеть да там эти игры ты продолжай спать да поэтому я говорю ребят вот это нормализуем тоже люди не проснули за оппозиции видите же все понял а вот президент хасможиман кемели штукает он зарегистрировался в инстаграме он сам сидит типа ну вообще как-то вы с ним этот момент обсуждали были какие-то или хотя бы может слышали по поводу он завел до того как я стал советником а вообще он не советовался с вами нет ну я же говорю я же позже не но он же ведет сейчас в смысле там не знаю не лучше ведем во первых президент конечно в основном свои аккаунты ведет направляет ну как глава государства какие многие другие политические лидеры конечно нету возможности с утра до вечера сидеть и самому вести это извините как хотели бы чтобы человек сидел в соцсети или управлял государством уже определять с чего ходить я не знаю допустим а еще одна вот особенность когда даешь интервью блогерам для них вот важно что президент в сидит телеграме сидит делаем такое исследование человеку нужно решать вопросы управлять государством экономику развивать улажаться по поводу зеленского сейчас мы тоже затронем если можно будет эту тему просто он как пример так вы вместе мы знакомы мы друзья тот ты ему какие-то вопросы типа задать а потом он говорит у него есть вопросы ко мне это какая-то постанова я просто острые вопросы от его имени а еще мне говорят оппозиция фиктивная все там постанова и так далее такую постанову делаю я уже третий час вам интервью даю думаю я с двумя разными людьми общаюсь я просто он как-то более формулировку правильно ставит а я как-то вот так поэтому вот что ты озвучил а шоу его вот я просто к тому я зеленский да зеленский в доме где плохой хозяин править гость можно перефразировать если шоу хорошее там гость не должен там править твоем шоу не пускай никого это же твое шоу все хорошо давай я сам задам на самом деле я наоборот как такой мы уже третий час и ничего не пьем да 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 я кстати вот когда выбирал эту пиццу имеется на трезвую голову вино может коньяк типа захватить потому что досан сад пафель кто это валерий вот в этой документалке вот мы сидели на в этот там на багажнике пили я не помню что эти потом о прикольно можно захватить я только вспомнил что я но ты же не развернись чей вопрос там я начну ты после вот это прикол конечно у него есть друг другу у него есть вопросы которого нужно просто я говорю я насчет зеленского хотел бы узнать но ты наверно типа больше знаешь типа задай и он сказал да и теперь плывет да давай насчет зеленского задам зеленский человек который полгода назад не говорил о своих амбициях он заявил конкретно что он будет платить президенты 31 декабря кстати интересный момент он заявил в новогоднем шоу именно вот в 12.00 в тот момент когда президент на других каналах выступает тоже такой ну имиджевый ход да что я здесь я уже люди что привыкали да к этому его человек полгода назад всего начал свою президентскую деятельность и выиграл с огромным разрывом выиграл за счет чего ну по моему мнению за счет активного пиара масс-медиа и за счет того что он говорил лозунгами то есть он человек для которого коррупционера выгонит мы это сделаем то есть может быть конкретные цели не говорили не конкретные цели озвучивал но как их сделать то есть его программу по сути никто не читал если взять из тех кто там кричит кричал да мой президент за этом и так далее конкретно вот смотря их интервью там беседу да то есть беседы смотря они никто не знают его программу что он конкретно будет делать зачем он идет но красивые лозунги молодежь до который на драматургии за да то есть он там такие прям движения делал и всем понравилось порошенко более-менее какая-то система была но из-за того что он из власти уже у народа такое идет отторжение не смотрели этот сериал слуга народу я посмотрел я по идее влюбляешься в персонажа просто очень сильно продает правильные ценности и так далее и ты такой грамотно грамотно он вот этого голобородька который там сериале да он очень классно смог скопировать и перенести вот предвыборную гонку то что люди уже не замечали отрывок пускай где он там власть да там как он расстреливает вот это то что ну типа да да когда вы ссбс и уже как предвыборные пускали голосуйте за президента за этом у него же была за команда вот я говорю к тому что может быть нашим властям хотя бы какую-то часть давно то что мне понравилось то есть президент начал до инстаграме зарегистрировался там в твиттере активность оппозиционер то что это не для того чтобы он сама пиаром занимался потому что с молодежью по-другому нельзя молодежи нужны какие-то громкие слова какие-то жесты такие потому что если существовать только в рамках там казахстанской правды гимен казахстан до телеканал казахстан хабар то молодежь не затронешь короче молодежь мне так кажется как бы эту тему хотел начать и продолжать абсолютно согласен следующий я понял скоро в этом шоу останется только вон так понятно наше время подходит концу есть несколько людей с которым мы обмениваемся книгами политиков кормбек или вич кушербаев а ким западной казахстан 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 козловдинской области он раньше а ким магистал был я с ним вместе работал и манголин ургалиевич бахчан сагинтаев руководитель администрации хансом жумар тукаев президент нашей страны вот они при всей своей загруженности очень внимательно следят за книжными новинками и вот и в том числе с президентом я даже об этом как-то уже писал что один из немногих политиков с которым мы общаемся и при встрече иногда обмениваемся книгами последними он тоже мне давал книги я тоже передавал какие-то книги что политики политики наши тоже читать книги но большей степени конечно профессионально я на многих обсуждениях бываю интервью программа дискуссиях самый клевый живо актуально остро мне казалось вы задавали вопросы которые мне мало кто задавал тоже последнее время пишите нормальные комментарии чтобы они не отчаялись совсем уже совсем запугали не знает как вам понравится не вопрос а больше просьба если какая-то либо интересная ситуация у вас связанная с президентом лично ваша курьез какой-то извините я работаю сколько там два месяца мне кажется еще окей тогда не ситуация а если какой-то любимый смайлик который президент вам пишет в ватсапе есть какой-то без смайлика конечно мы там такой вопрос бы у вас и вон задал бы да я бы еще понял у него такая роль то вот тебе это время книги оппозиция я просто думал что тенге ньюс разозревать любимый смайлик для них тайтл просто придумаешь все все поэтому на кого работаете вы хотите аудитории понравится тенге ньюс хотите конкретизируйте свою цель это же очень интересно по идее во-первых без смайликов у нас все по деловому коротко какие-то текстовые сообщения фото видео материалы ссылки там еще сидеть и смайлик а даже скобку не знаю мне кажется ты сейчас задаешь уже те вопросы знаешь когда перед сном что будет если там это просто такие вопросы нет почему кирилл образа обращайся ты как бы понимаешь типа президент то есть я говорю это в моем понимании это всегда была такая глупость и мне вот интересный смысл такие знаешь такие ситуации я же вот когда давал интервью как участвовал в дискуссии в обсуждении в программе гульнары башкенова и галина рыжкин как раз об этом и говорил что это общий тренд политика в целом меняется мы сейчас говорим обсуждаем вот это неправильно это неправильно хотелось бы так хотелось бы вот так вот но суть в том что политика меняется сейчас и так как раньше уже не будет в политике тоже уже запрос есть понимание что надо быть попроще надо быть поближе народу это и это все время да то есть это не сегодня не завтра там не не позавчера это появилось все время политики меняется и происходят какие-то изменения понимаете и по последнее время эти изменения происходят активно потому что в мире тоже в политике все меняется уже там не знаю тоже социальные сети тоже меняет политику стиль в политике меняет потому что то же самое когда обама был президентом я кстати тоже подписывался в инстаграме следил когда он тоже привносил новые какие-то элементы подходы новый стиль да наносил да там там мог выйти из белого дома там тоже для них тоже это было в новшество вы сейчас говорите вот там политики закрыты в америке тоже самое извините вы смотрели совсем и когда он один раз вышел из белого дома пошел ближайшую кофейню взял кофе тоже для все это обсуждалось окажется вот так вот то есть какая-то расстояние дистанция она всегда существовала но общество меняется отношения между властью и властью между обществом власти в целом меняется везде и у нас в украине в россии в америке где-то быстро где-то медленно где-то по-среднему но изменения это происходит это в целом очень идет позитивно процесс я просто больше оптимист я на оптимистично на все смотрю с надеждой оптимизм то есть да какие-то вещи меня тревожит будучи экспертом я наоборот больше вижу может где-то проблемы на той я и эксперт то есть я аналитик я в первую очередь вижу риски в первую очередь вижу угрозы в первую очередь я вижу проблемы у многих экспертов это прям уже даже стиль мышления где-то когда они что-то пишет или что-то анализирует они всегда анализируют в негативном там акцентируя на негативных тенденциях я тоже естественно будучи экспертом вижу свою задачу будучи аналитиком в первую свою мою задачу вижу на обращение внимания на каких-то негативных вещах тенденции угрозы рисках но в то же время конечно я вижу еще и позитивные какие-то сдвиги в жизни нашего общества в развитии нашего государства просто на все надо с балансом соблюдая некий баланс чтобы находить правильные ответы на вопросы находить правильные пути для решения каких-то проблем и дальше двигаться не стоять на месте идти дальше вот последний вопрос это такой чтобы закрыть последний в чем смысл жизни для вас просто я опять сейчас начало просто после такого ответа можно классную музыку поставить и закрыть так очень стильно я не знаю в чем смысл жизни но за всех не могу говорить универсальной формулы нету у каждого своя формула у каждого свое видение тоже прямо перенимать принимать все сказанное разными людьми особенно успешным сейчас же мода там принимать успешную форму форму успеха разных людей все за истинно нельзя то есть все надо переваривать пропускать через себя и т.д. личного для меня смысл жизни естественно это дети мои бесплатно все просто если они не могут все нормально все все если они могут все именно сейчас пока я не хочу чтобы я